всех приветствую с вами я веган христолюбчик и мы с вами сегодня поговорим о церкви и крещением я вам зачитаю комментарий кролику протестантизм и православие с католицизмом с католицизмом лжеучения учение дьявола виктор макеев пишет я из этого видео понял одно человеку не нужна церковь не нужно крещение а это не ложь для чего тогда христос создал церковь для чего апостолы открывали церкви крестили людей ну давай по порядочку ответим на этот вопрос ну во первых роликов у меня уже полно конечно тем но так как есть комментарии их зачитываю и даю свои ответы по поводу первое крещение церковь можно попасть как крестившись если иисус создал церковь так он должен был бы крестить хотя бы первых учеников своих иисус никого не покрестил когда иисус говорил петру что он на нем создаст церковь которую врата ада не одолеет я всем говорю слушайте ну включите пожалуйста мозги много у вас их или мало во первых в них нет и в контекст кому интересно я всех отсылаю всегда на свой канал у меня уже вот такой бэкграунд это записанная вся библия целиком в моем прочтении с моими комментариями именно к непосредственно к этим местам я не записываю по одному стиху я записываю всегда эпизодами ибо это эпизод частности там речь шла о том что иисус спрашивает там конечно есть события до и после это тоже очень важно но даже возьмем этот маленький эпизод или немаленький какой угодно как как вам удобней иисус спрашивает учеников за кого почитают его люди ну и все начинают говорить кто за пророк кто за илию а кто за одного из какого другого пророков ну а кто и за мессию да иисус готовые за кого меня почитаете сначала спрашивают люди вы как думаете или слышите за кого люди меня почитают а вы за кого ну мы видим неважно может кто-то еще отвечал мы видим ответ петра ты христос ты мессия ты помазанник божий ты он и есть иисус говорит да ты правильно говоришь я он и есть вот на этом утверждение что я есть истина я есть бог я есть христос я и создам церковь мою что иисус на тебе да на петре я создам церковь но разве я у тебя слышите насколько надо быть тупым чтобы додуматься даже до такого что иисус петра в землю закопал и на его святых мощах построил храм бога живого иисус вообще хоть одно капище построил подобно капищу соломона иисус заповедовал это строить а ведь он всегда делал что учил чему учил исполнял и учил то что делал или собирался делать иисус кого просил чем строить вообще из камней там деревяшек саму не делал и этому не учил и не делал тому чему учил не делал того чего не учил да а делал все что чему учил и учил тому что делает сам и не учил тому что не делает сам ученики его делали это нет строили никаким капище нет они собирались обычной жизнью не собирались по домам у кого-нибудь кого сегодня у вас кино пошли кваске у маньки но пошли к маленьке ходили проповедовали заходили в те дома в какие их приглашали заходили в синагоги в аудейские заходили в языческие дома заходили и на площадя общегородские которые для всех открыты доступны как иисус учил заходили в частные дома идите постучите примут вас хорошо нет отресите прах с ног своих они это делали нет разве иисус учил о каких-то деревянных или каменных домах нет разве петр и если мы читаем послание принадлежащие ему неважно кому она она есть в корпусе нового завета и он будет разве все мы не камни образно петр говорит разуме действительно камни нет мы люди живые души с телами из крови из плоти нет но он говорил все мы камни одного большого дома божьего говорил о духовной вещи какой то же самый церковь все мы камешки все мы кто живет святой жизнью а там петр именно об этом я своим словам передаю смысл одного из мест его послания даже не цитирую дословно все помните что все мы да дети божьи священники вы помните все то же самое про священство возьмем да и пошло-поехало разве иисус каких-нибудь священников назначал нет разве можно вообще евангелие сравнить с ветхим заветом насколько там все якобы дословно и по буку по букачком там все вплоть до ниточки моисей разжевывал людям что надо делать разве иисус этим занимался нет все эти капище со всем этим священством все это иудейские древности перешедшие потом в христианство в псевдо христианство православие каталицизм протестантизм никаким христианством не является это обычный иудаизм мусульманство то же самое кто впоследствии стало мусульманс такой же иудаизм это все иудаизм все от ветхого завета до ничего нового все адрес все грехи человеческие там до разве петр неправильно понял своего учителя правильно собирались по домам что они делали были все членами церкви каким образом через крещение а кого иисус крестил вот они стали церкви быть все мои духовные до камни 1 1 1 храма божьего невидимого незримого то есть все вы члены церкви а иисус крестил петра нет а я на нет а я кого тоже нет кого крестил иисус никого как они стали членами церкви дух святой на них сошел так а разве они крестились от иисуса нет а разве он сошел в день водного крещения от иоанна притечи иисуса нет так когда как как входит в церковь она видимой нет как не можно найти видимы никак как можно войти невидимого решиться покаяние решением изменением своей жизни из плохой в хорошую все я веган-христалют более 11 лет 11 лет на ю тубе 5 лет проповедую истину которая в любви свободе и бессмертии бога всего и всей его сущности всего его творения я крещённый в православной секте 16 лет богохульная ржал и смеялся над попами когда они меня мазали не меня тыкали в икону я вот так так ничего не поцелал у меня там пытался надо заставить это сделать я не соглашался через 11 лет своей жизни когда господь явился мне и призвал меня к покаянию и новой жизни в нем я крестился от кого нет я крестился в воде нет я крещен дух святым конечно я услышав его голос его призыв познав истину оставил все все грехи и все что мешало мне и последовал за ним я практиковал православие потом до практиковал изучал просто протестантизм католицизм изучал я в церкви да я его камень где она вокруг меня есть какие-то единомышленники в живом мире нет мир лежит в возле в грехе и люди в этой блевотине с удовольствием купаются целый день кому не говоришь о любви о добре о свободе бессмертии никому ничего не надо у меня есть название нет я проповедую что не войдя нет не став частью церкви какой-то видимый даже христовый и назовем ты не войдешь небесное царство нет это ложь ты войдешь небесное царство если ты свят и совершенен в любви ко всему божьему творению конечно разве апостол павел не писал это что даже у язычников у которых бог всячески во всем и не желает смерти грешника на чтоб каждый услышав его голос обратился и жив был пока я сотворил плоды достойной покоения и все эти язычники которые живут по закону жизни по закону совести по закону сердца поиграл разве они не будут в небесном царстве конечно будут кого крестил иисус где его церковь через крещение в церковь по учениям православной протестантской католической псевдо христианских религиозных сект невозможно войти не крестившись от воды и духа разве иисус кого-то крестил написано прямо прямыми словами что иисус никого не крестил в евангелии от она сама никого не крестил духом святым он крестил в пятидесятницу и что это один единственный случай в истории после его вознесения разве может повториться пятидесятница хорошо то услышала христе и что и что он что опять умер воскрес и вознес от какого дня ты будешь 50 считать а много они поняли в тот день когда на них дух святой снизошел а разве она не сапфиры которые не все положили к ногам апостола и умерли они не были крещены духом святым сам от самого петра наверно крестились в его в его церкви как мы видим были в собранице разве они не решили до в собрании согрешить спокойненько решили каждый делал что хочет апостола много чего делали с вопросом зачем у меня есть два ролика крещение мне до сих пор к ним прошло пять лет уже практически моего присутствия на ютубе но пусть там ролик через не знаю сколько год я там записал есть два ролика я в описании в комментариях из попросите могу дать ссылки на них из не найдете так называют скрещение найдите их и вы посмотрите две части первая вторая я по полочкам вот именно как то что сейчас свободной форме говорю все говорю по новому завету от иисуса христа вот именно от его крещения и заканчивая 7 эпизодами какие только могут связаны быть с крещением плюс развитие динамика событий по всему новому завету по книге деяния апостолов и по их посланиям когда язычники сотник первый язычник от проповеди петра крестился совсем дома в своим всего лишь слышав слова петра и и очевидно чего нам не написано в книге до очевидно по всем событиям что мы до всю эту историю прочитали это день книга деяния 10 глава о крещении первого язычника сотника корнилия когда очевидно что не зря ему явился ангелет это был очень добрый несмотря то что был воин даже военачальник до был добрый человек на том мировоззрение на какой ступеньке он стоял очевидно что человек был расположен к святости и совершенству желал его хоть и незримо до делами всеми с вами показывал что он на достаточном уровень познания он услышав слова истины примет его потому что сердце распахано и когда он слышит слова петра проповедь петра об иисусе христе любви свободе бессмертие разве на них не сходит не святой дух причем видимым образом без всякой пятидесятницы без когда-то там крещение в воде и она притечи просто слышат слово истины принимают его очевидно очевидно что и до и домашнего многие были расположены к познанию истинным приняли и что и получили духа святого то есть люди решили еще больше что мы видим что сотник был достаточно милосердным добрым человеком но он решается на больше на стать совершенным пусть этого всего там не описано в книге мы зная евангелие знаю суть жизни по понявший кто понимать что именно такие чувства были в сотнике и возможно во всех членах его семьи или хотя бы в некоторых неважно мы видим что дух святой не сходит на них без всякое без всякого крещения без всякого крещения и на вопрос петра о том что кто может запретить им креститься в воде я в своих роликах во всех и при чтении книги деяний вот отдельно когда выделил я всего поставьте место кто зачем петр был на тот момент совершенно невысокого уровня христианин да он искренне любил иисуса христа да он стремился к познанию истину да он получил духа святого в день пятидесятницы но пропутешествовал проповедовав с иисусом имея такого учить и уть бог бог обок имея такого учителя как бога пришедшего во плоти он даже не понимал что нет нечистых людей ему нужно было это видение которое там с животными с этим якобы заколи ешь всех есть чистый есть нечистый чтобы он понял наконец и был послан к сотнику что надо проповедовать не только евреям то оказывается все люди достойны любви и все творение божье оказывается не только евреи избранный народ оказалось что бог творец всего как они сами любят говорить да то почему то они свет святые избранные да все грешники кругом много ли петр понимал он пять минут назад думал что все кроме евреев святоши да избранный народ любимчики бога все остальные грешники достойные гильотины высокого уровень петр что берет зачем-то после крещения духом святым когда уже не было нужды никакого в крещении в воде крестить брать и и крестить его до или хотя бы задаваться этим вопросом и даже непонятно папа по деяниям крестились ли они в воде или нет да ну креститься в воде зачем зачем тем кто крещен духом святым совершать этот водный обряд он что им даст если на них сошел уже дух святой зачем ничего бесполезный обряд бесполезное действие он сотника рукоположил во что-то да священник его назвал назначил до пастырем нет он просто взял ушел все создавал он там церкви создавали они да и церкви некоторые собрали только они тогда что здесь создавали то люди просто людям представьте себе свойственно дружить свойственно объединяться общаться вот и все конечно во что это превратилось по грехам человеческие мы видим посмотрите на все все до христианские религиозные культы что все до христианские что других религий посмотреть во что это превращается всегда в зомбо алочную похотливую без всякого дна тщеславную организацию все лицемерно которая там правителем подлизывает во всех местах народ готова на плаху положить смотрите на православие на католицизм и протестантизм конечно с апостол все это началось они приложили к этому руку да приложили это добро этот не добро ничего хорошего в этом нет они иудеи от иудеев фарисеи от фарисеев как павел писал вы думаете эти закваски из людей сразу выходят нет нет в оконцовке через три столетия так и превратилась в жесткую в жесткую тоталитарную государственную государстве но я министерство христианство псевдо правда христианство при византийских императорах в третьем веке в этого концовки и вылилось это от бога нет конечно бог создал от нет христианство это вне системные децентрализованное абсолютное личное учение мировоззрение и жизнь каждого отдельного человека чтобы проповедовать ничего не нужно ничего тоже говорить о любви о свободе и бессмертии может каждый для этого ничего тебе не нужно не нужны никакие толмуды ничего писать без меня начинаем я вам сейчас объясню за пять минут всю истину как всегда расскажу любовь свободы бессмертия начинаем любовь выше как всегда важно но начинаем с конца с бессмертием даже иисус к воскреснуть многие не верили воскресшим иисуса глядя на него прямо на живого когда он возносился иисус сказал что блаженный не видевший но верующий все равно доказать кому чё бесполезно мы даже с вами воскресение христа не можем доказать можем просто об этом уговорить можем просто в свободе горит о бессмертии и неважно человек верит в нее ограниченное просто есть бог есть он бессмертный все発生 бытие бессмертные мы с вами просто от принятия этого от примирения как bring it из бога от final писал до от примирения с богом с истиной с бессмертием зависит жизнь человека просто и он сам обретёт полноту счастье я бессмертен вы только задумайтесь над этим когда мы в полноте это принимаем и являем уже в этой жизни на земле ты ничего не боишься ты никуда не спешишь не торопишь у тебя нет времени ты живешь вечности не важно сколько мне сегодня не важно какой сегодня день недели сколько времени я вечен что не успел сегодня я успею завтра не успею завтра успею вечности если послезавтра я помру это не важно вообще меня не страшит я перед даже страхом смерти никогда не совершу зла потому что для меня смерти не существует это лишь переход из одного тела в другое это лишь новая дверь из одной комнаты следующую новая ступень это просто для человека просто счастье вот и все свобода но тут уж и куда еще чего не говорить то ты свободен да ты свободен и по плоти потому что царство небесное это не царство рабов с цепями с ошейниками да нет мы все живем вот просто мы идем куда хотим и делаем что хотим как иисус как бог и сказал в район всякое всякий плод радости для тебя доступен только не твори зла делай чухоль что к не причиняя никому страданий уж тем более смерти все ну естественно ты свободен остаешься прежде всего изнутри это все по плоти а внутри принимать это и даже даже это или не принимать творить добро или зло ты остаешься свободом от этого ты будешь все вкушать ну и третья любовь а любовь очень просто это поступать в жизни с другими так как ты хочешь чтобы чтобы поступали с тобой и никому не делать ничего чего-то не хочешь чтобы сделали тебе в этом весь закон все пророки как иисус говорил и за и закон благу бытия все от бога от начала данные и ничего не меняющиеся в конце и в царстве небесном будет все то же самое от первых песен от создания мира все так и было все что нужно было делать человеку в раю наслаждаться жизнью и никому не причинать вред вот тебе закон блага бытия поступать другим так как ты хочешь поступить собой ставишь себя на место другого что ты делаешь животных убивать можно хоть рад чего ради куска трупа его ради одежки ради экспериментов себя поставь ты бы хотел все это испытать или твои родственники чтобы ты испытали твой ребеночек твоя мама нет все вот тебе любовь ты бы хотел чтобы до тебя донесли правду говорили истину пусть даже твердо так проповедь да я бы хотел когда-нибудь познать истину и обрести полноту счастья все ты точно также проповедуешь и твердо всем благовествуешь очень все просто очень все просто я бы хотел незаконно сидеть в тюрьме обличая зло нет не хотел значит я должен возвышать свой голос и делать какие-то дела что такие люди в тюрьму не попадались попали их всячески при приклады все усилия чтобы их оттуда вызволить тонкий намек на навального все очень просто для этого нужно крещение для этого нужно уши чтобы у человека были чтобы слышать глаза чтобы видеть мозги и сердце чтоб все это анализировать и дальше желание человека воли его внутреннее я свободное избрать принять истину избирать между добром и злом все если он примет правильное решение и сделает правильный выбор из вас желает всячески добра любви всем вокруг а значит будет получать его сам потому что с ним будет поступать точно так же как он по с другим хочет он жить благу бытием благой счастливой жизни пожалуйста избери добро получишь дух святого потому что дух святой это дух любви это дух божий а бог есть любовь все пребывающий в любви ко всему можем творение пребывает в боге и богу в нем он в любви и любовь в нем он бессмертен и бессмертие в нем он есть жизнь для этого нужно секты создавать собрание организации вот чтобы вот это вот проповедовать все что я вам сказал уложившись в пять минут для этого что нужно толмуды писать законы божьи я уложился в пять минут рассказав вам об этом ну в действие не знаю сколько там по времени у меня длинные ролики обычно дай много говорю именно то что приходит все это разжевывать всю эту простую истину приходится чем мы только примеры какие только не приводим о чем только не говорим а ведь все так просто все просто любовь свободы и бессмертия я бы хотел поступку чтоб так поступали со мной вечно нет через призму трех этих сущностей все открывается всякую все любые познания любые даже как огород сажать все у человека любая мудрость становится доступна он все понял бог есть он вечно все мироздание это не какие-то там законы физики просто его мысли все и так появляется из ниоткуда то скажем и пропадает в никуда все это просто круговорот мы просто есть бытие в жизни все разве для этого нужного крещение церкви так называемое собрание уж на тему причастия и собрание у меня целый плейлист есть на тему церкви почитаете посмотрите мои видео что это такое ты когда по воскресеньям с друзьями собрался ты собрался в церкви божьей ты им служишь в там если ты у себя собрался или к нему пришел он служит или ты помогаешь служить служить ну там приготовить убраться может быть начали приготовить что-то потом вместе вкусить повеселиться поулыбаться поиграться друг с другом с детьми до поиграть волейбол ведь на дачном или частном участке вот вы там хлебушек булку кушаете она не делает вас ближе к богу любовь вас делает ближе к богу любовь ко всем и к любящим конечно хотя это уровень только грешников если любить только любящих и к ближнему и даже к врагам разве так сложно разве иисус где-то ходил он по иудеи когда ходил он кого покрестил никого он какие церкви создал или собрания никаких никаких горит апостолом ходить проповедуйте о том что приблизилось небесное царство покайтесь и сотворить плоды достойны покаяния еще вам короче потом иисус все это разжевывал на словах и делах все покаяться нужно в злых своих делах и творить плоды достойны покаяния для этого во что нужно креститься нужно ли вообще креститься сотник услышав это сразу получил дух святого сердце своем пожелал этого нажил алла этого он и молился об этом богу он творил он был добрым творил написано много милостыни а что дело когда им явился ангел господин когда он беседовал с богом он обращался просила по его жизни и потому что даже в истории стал первым язычником принявшим принявшим христа дух святого любовь очевидно что у сердца просто рвалось к этому совершенству он и на словах и на делах это выказывал богу его желание не осталось тщетным бог открылся ему почему мы рассказываем историю богу и своплодь иисус христа друг другу чем занимался петр тому же сам сотнику чтобы у нас был реальный пример жизни иисус сам сказал сотворить и научить и посылаю своих учеников потому что я сам сотворил и научил это очень важно вот и все для нас этот пример жертвенной любви даже до креста даже до смерти смерти ужасный крестный явил что сущность бытия любовь хотя мы и так все это в жизни понимаем почему мы все стремимся к любви жену найти мужа детей родить родители любим там друзей почему никак не поймем что сущность жизни это любовь просто любовь маленькая она порой даже греха идет да я из любви к маме зарежу там вот китайцы или японцы или злого американца или до развращенного европейца да а ему сказали что это тут злые русские коммунисты да и режут друг друга это любовь она куда приведет так и псевдо любовь извращенная любовь неправильная любовь любовь настоящий она бог один любовь одна а с любовь одна она не разделяет никого людей животных ангелов или природу красных или желтых китайцев или американских русских или японцев она не делит никого она любит все все творение божие прекрасно и чудно великолепно и отрадно нужно для этого крещения нет она сама приходит когда ты делаешь правильный выбор нужно для этого собранием нет общайся с кем и повезло нашел ты себе единомышленников ну хорошо вы и так будете общаться вам никто не нужен не пётр не павел не будет вас какую-то секту организовывать вы сами будет тянуть друг другу у вас у самих будет пальчик к кнопочке телефона тянуться чтобы позвонить и услышать родной и отрадный голос с тобой в одном духе мыслящие действующие живущие до тела самого будет тянутся руки клавиатуре напечатать ему сообщение позвонить по скайпу а если вы находитесь в территориальной близости то и встречаться общаться до играть веселиться помогать друг другу трудиться что-то проповедовать записывать беседы вы сами будет делиться радостями или горестим переживаниями до который другой тебя понимает то что такой же как ты он разделит твои радости и печали разве вам нужен павел или пётр павел как-то написал прекрасные слова кто меня отлучит от любви христовой вот кто боль теснота огонение там и перечислять дальше через запятую может до бесконечности кто кто наоборот меня соединить с этой любовью христовой с богом с духом святым кто только я сама и личное желание из злодея негодника и грешника в этой жизни стать святым праведником добрым любвеобильным человеком святым во всех лучших пониманиях этого слова этой сущности все как иисус прекрасно когда сказал о бракосочетании никто вас не соединяет никакие людишки бог равно любовь соединяет от человек это тем более разлучить не может разлучает опять кто сами люди не любовь бог только соединяет наш он любовь любовь не может разъединять но когда нет любви там нет бога там разлучение разделения но это делает бог нет бог есть сама эта любовь мы это делаем мы любя соединяемся и не любя разъединяемся что сложного сколько нагромождение в этих культах людям позабили голову вы понимаете у них в голове просто не остается место вот это же комментарий был кролику вот лжеучения очень твердо записал высмеивая все вот это булкобожение вот это вот крещение культовое младенцев крестит зачем это вообще ребеночек животное в хорошем смысле слова это же обычные язычники это все опорочило обессмыслила обыстыжила саму сами сами эти акты мне неоднократно просили спрашивали а ты меня покрестишь если что слышу мои там проповеди ты можешь меня покрестить я отвечал да я могу я могу совершить на то на тобой то бред но только я это сделаю после того как ты послушаешь там до сотни моих роликов когда мы с тобой будем общаться если ты станет если мы станем друзьями я знаю кто ты я знаю я узнаю твою жизнь возможно мы уже встретимся в реальной жизни если это возможно территориально сейчас даже среди странности эти границы закрыты да да и внутри одной стороны просто физическом в материальном может быть тяжело там доехать россии большая от владивостока до воронежа 10 тысяч километров да вот я узнаю что ты действительно решился быть святым да если тебе это нужно хотя я думаю что когда ты придешь к этой мысли тебе она уже не нужно будет вы знаете иисус как-то сказал прекрасную мысль что когда мы его увидим мы уже не спросим его ни о чем вот это тоже самое когда ты придешь к этому ты сам скажешь ладно я все понял посмотри на меня как я буду тебя крестить если я сам не крещеный иисус сказал сотворите и научите посмотри на меня вся моя жизнь свидетельство моей жизни и учения которые я проповедую учение истины оно в чем выражается я крещеный кто меня крестил по моей жизни как иисус сказал о суде добрый я или злой правду говорю или ложь разве не любовь делает людей счастливыми разве не бессмертие делай кто не хочет быть бессмертно все разве не свобода делай человек счастливым посмотрите на хоть одного раба по плоти и по духу может человек быть счастливым нет нет когда он знает как делать выбор посмотрите на всех этих там политиков зачастую людей любой системы того что он даже пусть это врач какой-нибудь учитель да но в системе он боится слова сказать он несчастлив душе этого раздирает и ты который ты говоришь все что ты думаешь ты счастлив ты свободен это пространство тебя нет цепей свобода любовь и бессмертие дают человеку полноты счастья ты просто кайфуешь порой даже без всяких внешних каких-то воздействий на тебя просто от пребывания в этом хотя эта жизнь она пронизывается всеми делами порой нам даже незаметными тебе ничего не отягощает ты не смолчал вчера когда нужно было сказать у тебя тебе ничего не томит то что ты не грешишь если редко что-то бывает в мелочи ты на кого-то повысил голос в чем сам допустим раскаиваешься да тебе исправить это две секунды со вчерашним с человеком кому-то не помог случайно да как-то или не отреагировал холоден оказался ты раскаиваешься в следующий раз всегда шутку покаяние прости больше так не буду я сделаю все наоборот ты себя даешь но установку все в следующий раз сегодня лоханулся как-то не среагировал сделаю больше и ты живешь счастлива какой смысл в крещении какой что он тебе даст все эти секты суставами с обрядами с кучей лжи вот с такими толмудами блевотины да что это дает человеку ничего остается добрее нет любвеобильнее нет счастливее нет сколько уж я об этом говорил говорю и буду конечно говорить никуда не денешь все об одном и том же прибавить убавить вот сижу разжевываю что еще человеку надо не знаю я конечно как уже говорил давно свою миссию считаю выполненной тоже по-хорошему достаточно одного такого видео чтобы понять истину последуешь ты за ней или нет это же дело твое всех дел добра не перечислить достаточно формулы поступать другими так как ты хочешь что поступали с тобой вечно все и даже несмотря вере в бессмертие перед лицом видим и вот этой смерти земной телесной до избрать если уж ты решился не побояться если даже в уме хочешь но боишься по плоти превозмочь себя и избрать благо все все так поступай и будешь жив как говорил иисус и да вот и все вся простота нужно вам крещение к чему она вперед вижу этих крещенных вижу эти секты что в них есть а какой любви добрых делах не заикнись ничего мне надо веганство любовь к животным ненужные любить ближнего или врага навальных там не навальных ничего им не надо они слепы ничего не видят об все почему доктор ничего не делают потому что крестились и ходят в собрании и все у них хорошо и складненько это заблуждение более того это не слова христолюбца это их жизнь а она у всех кажутся к плохо хорошо мало-мальски много-множко она все равно публично пусть это видит один твой родственник или еще твоя жизнь она кому-то видно ты уже своей жизни проповедуешь а иисус сказал посмотрите на дела человека все неважно что важно что он говорит но из потом подтверждает словами и наоборот не важно тогда что он говорит если его слова дела не подтверждают его слова все это у меня все всем желаю достигнуть познания истины покаяться сотворить плоды достойные покаяния не важно будьте вы там креститься в воде нет будете ли вы куда ходить нет судиться каждый будет оцениваться и воде для входа в небесное царство каждый будет по своей личной жизни поэтому истинное христианство и святая жизнь во христе это индивидуальный децентрализованы вне системный выбор конкретного человека быть богом который есть любовь свобода и вечная жизнь Ping в Pierce cœur покажи н и Продолжение следует...